Вы слышали разговоры о том, что Владимир Путин серьезно болен? Спасибо, не интересуюсь. Да лупость какая-то. То есть вы не доверяете таким разговорам? Я не смотрю телевизор, а в интернете этой новости нет. Вы слышали разговоры о том, что Путин болен? Нет. Вы слышали, что Путин болен, об этом говорят? Первый раз слышу. Не слышали? Нет. Ерунда все это. Ерунда, что говорят? Конечно, ерунда все общественно говорят. Не знаю, не слышу. Что Путин якобы болеет? Нет. Вы слышали разговоры о том, что якобы Путин серьезно болеет? Ну не серьезно, не серьезно. Еще информации такой не было. Там подозрения вроде бы. Подозрения, да? Да. Только считаю, что подозрения. Если было бы серьезно, он бы и так не мелькал. Ну, интернет великое дело. Но вы доверяете, что могут быть проблемы? Деменция? Ну я не знаю, там. Деменция может быть. Покинсон, например, или еще что-то. Деменция может быть. Потому что возраст уже такой пограничный. Нет, не слышала. Нет. А как вы думаете, если он действительно болен, кто бы мог его заменить в ближайшее время? Кто? Кого? Путина. На высшем посту. Кто такой Путин? Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации. Серьезно? А давно? Для вас это новость, он уже 20 лет по власти пощает. Серьезно? Честно говоря, просто не интересовался. И кто мог бы его заменить? Ну, по крайней мере, никого из либералов я на этом месте не вижу. Ну, а кроме либералов? А кто у нас вообще либерал? Ну, кто Греф, этот самый, Кудрин, Голикова. О, вы неплохо знаете фамилии. А кто был бы достойным? Да господи, да чего же вы ко мне-то это самое? Ну, пожалуйста, если вы не знаете, я вас понял. Или вы не хотите отвечать? Как вы думаете, кто может заменить его на этом посту? Шойгу. Шойгу? Да. Спасибо. Как спикер озаводка нашего? Володин. Володин? Да. Понятно, спасибо. И кого бы, вы думаете, надо было бы поставить на первое место? Ой, без понятия даже. Не слышали? А как вы думаете, если бы он действительно был больной, на кого его надо было бы заменить? На другого пути. А? На другого пути? Да. Фамилию можете предложить? Новак. Новак? Или Мишустин. Спасибо. Не на кого. Нет замены? Нет. Нет, не слышали. А вот если бы он реально болел, то на кого бы его надо было бы заменить? На Медведева. До свидания. Спасибо. Сложный вопрос. Сходу не отвечу, правда. Ясно, спасибо. Потому что реально в тупик поставили. В тупик поставили, правда. Спасибо. Иногда не задумываешься о таком даже. Понимаете? Когда думаешь, что он никогда незаменимый. Хотя незаменимых не бывает. Спасибо. Я даже не задумывалась над этим вопросом. Я уже стара для этого. Да ладно. Блин, и такого его заменят? В правительстве я не вижу. Вообще не вижу. Ему замены нет? Нет равных? Не, 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 не. Не в этом дело. А у равных есть. Во всем мире, везде. Я думаю, что надо народный сбор собирать, как там, референдум. А, то есть, через выборы? Конечно, абсолютно. А если были выборы, то кого бы вы предложили в качестве кандидата для голосования? Для кандидата? Так и на скидку сразу не приятно. Платошкин, Платошкин, я не знаю. Говорит много, а делать мало для того, чтобы что-то говорить. Нет, тут надо вообще всю структуру менять, я так понимаю. Что в плане того, что то, что сейчас есть, и все устраивает. Всего доброго. Спасибо. Если бы он реально болел, то на кого его надо было? Это очень плохо. Это плохо, да? Да, однозначно. Почему? Я никого лучше не вижу, чем не вижу. Ну, а если бы надо было его срочно заменить, то на кого? Не знаю. Я ни одного не вижу. Спасибо. Ну вот, мы получили представление о том, как люди отвечают на вопрос. Как видишь, Валерий, не все читают газету Sun и Daily Mail. Это английские таблоиды, в которых уже цитирует Валерия Дмитриевича. Но один человек нашелся, который знает о такой проблеме, если она есть. Ну и в целом, наверное, можно видеть, что люди особой альтернативы Владимиру Путину пока не узнают. Так ты считаешь или нет? Да, но мне кажется, что этот опрос – это прекрасный срез общественного мнения. Во-первых, у нас тема здоровья вождя или лидера, она всегда табуирована. И люди боятся не то, что обсуждать, даже думать об этом. Но, Аркадий, мы же с тобой пережили 1982 год. И еще 7 ноября, когда мы видели Леонида Ильича Брежнева на трибуне Мавзолея, если бы кого-то спросили, а вы не знаете, что с ним? И кто станет его преемником? Какая была бы реакция? Ты прекрасно понимаешь. Я уже не говорю о начале марта 1953 года. Так что вот с этим мне как раз все понятно. И ты упомянул «The Sun» и «The Daily Mail», и «Нью-Йорк-Пост», и еще много было других изданий. Таких аудитория – это не наши широкие общественные слои. Их аудитория в данном случае – это российский эстеблишмент. И вот российский эстеблишмент к этой информации чрезвычайно чувствителен. Теперь, что касается персональной альтернативы Путину, то же самое объяснение. Боятся люди. Ну, может быть, они и думают, но уж точно боятся произносить. А если называют фамилии, то это те, кто на виду и на слуху. И, кстати, если посмотреть рейтинги политических деятелей России, то названные фамилии, они более или менее соответствуют их местам в этом рейтинге. Ну, точнее, они присутствуют все в верхней части этого рейтинга. Вот не был назван Алексей Навальный, что для Новосиба, мне кажется, довольно странным. Мне так показалось. Ну, возможно, если бы была более представительная выборка, если бы больше людей Тимура просил, то его бы фамилия тоже в этот список попала. Так что я бы сказал, что это подтверждает наше представление о общественном мнении. Вот на сегодняшний день. Более или менее подтверждает. Продолжение следует...